Под заголовок «Кто может считаться достаточно компетентным, чтобы определять политику защиты святой страны?» Ответ на этот вопрос абсолютно ясен. В соответствии с законами Торы, человек, заболевший и потому нуждающийся в помощи, должен обращаться не к своим добрым друзьям, не к соседям, не к родственникам, водопроводчикам или электрикам, даже не к ученым, профессорам философии, истории или математики и т.д. Единственный, кого Тора считает достаточно компетентным в данном вопросе, чтобы высказать свое мнение, это врач. В точности также единственный человек, чье мнение должно быть решающим в вопросе об удержании или возврате завоеванных территорий, это военный эксперт, специалист по вопросам безопасности. Точки зрения политиков, дипломатов и государственных служащих в этом вопросе, согласно Торе, не имеют никакого значения. Так же, как в вопросе о жизни одного человека решающее слово принадлежит врачу, в вопросе о жизни сотен и тысяч сынов нашего народа решающее слово принадлежит военному профессионалу. Во всех войнах, которые вел Израиль со своими соседями арабскими государствами, неизменно повторялось одно и то же. Израиль побеждал, завоевав новые территории, военные эксперты недвусмысленно заявляли, что отдачу врагу таких-то и таких-то частей этих завоеванных территорий приведет Израиль на грань самоубийства. Политиканы же утверждали, что, мол, исходя из политических соображений в кавычках, Израиль не должен сердить другие народы, и поэтому следует подчиниться давлению в кавычках и возвратить в кавычках эти территории. В результате наш народ снова терял сотни и тысячи своих сынов. Кульминацией этого извращенного подхода была война судного дня. Израильское правительство, достоверно зная о готовящемся нападении арабов, известило Вашингтон, зная, что эта информация немедленно станет известной во всем мире, что Израиль не сделает первого выстрела. Более того, оно заверило, что даже не объявит срочной мобилизации резервистов. И израильское правительство не разочаровало Вашингтон, оно и вправду сдержало свое слово. Слово, которое стократно было оплачено еврейскими жизнями.